А мы продолжаем выдавать в эфир интересные исторические факты в рубрике новости нашего района. Сейчас расскажем о месте, которое сегодня собрало тысячи иркутян. Морозное небо сегодня улыбнулось Иркутску. Зенитная дуга, редкое оптическое явление появилось над городом. Заметили его не везде, обрадовались свечению верующие на заливе Якобе. Именно здесь в последние годы горожане встречают праздник крещения. Сегодня крестному ходу в Иркутске исполняется ровно 70 лет. 70 лет с тех пор, как его разрешили возродить. Запрещена православная традиция была в советское время. Обряд начали проводить только в 1946 году. С разрешения горысполкома. Сначала освещали воду неподалеку от Знаменской церкви, на правом берегу Ангары. Со сменой тысячелетия сменилось и место. Обряд переместили на улицу Якобе. Иркутяне не против, альтернатив немного. Я на том берегу живу. Ну а куда ходить? То есть больше нет? Ну можно в Ангаре купаться. Вода-то сейчас светает, до 12 ночи везде по всей Ангаре купаешься. Искупаться на Якобе просто летом. Ведь это главный городской пляж. То же действо зимой в минус 30 привлекает не всех. Но желающие вспомнить июльскую жару все же есть. Даже становятся в очередь. Сегодня первый раз. Очень рада, очень понравилось. Наверное, будет традицией. Традиционное дежурство на один день собирает на Якобе сотни силовиков. Поводов поработать для них, а еще врачи и спасатели почти не бывает. Есть такие случаи, что необходима даже врачебная помощь. Но это редкость. Ну редко. Редкими на этой улице скоро станут деревянные дома. Их вытесняют новостройки. Судьбу двухэтажек могло разделить и это здание. Но времянку гидростроителей заметило региональное духовенство. Приложили руку актеры и художники Иркутского театра народной драмы, а также местные жители. Полуразрушенного барака, который вообще уже практически падал. Значит, мы сделали вот такой апгрейд, как сегодня молодежь говорит. Сделали стены. В общем, богослужебные сосуды я съездил, купил. Не покупной, а самодельный здесь иконостас. Теперь храм Александра Невского, место и для прихожан, и для детских воскресных школ. Уже в ближайшие годы храм может переехать в новое здание. Место нашли через дорогу, осталось собрать средства. Еще на Якобе может появиться детский парк аттракционов. Задумок по благоустройству много. Главное, чтобы были возможности. И не пропало желание. Сегодня было загадано много. Конечно, придется приложить силы, чтобы все исполнилось. Лада Рыбакова, Михаил Глызин, Виталий Перетолчин. Новости по будням.